Переживание кризисов – это очень важная штука. Это знаменитый опыт норвежской крысы, когда норвежский исследователь сажал крысу в металлическую банку и кидал ее в ледяную воду. И смотрел, через сколько из-за острого стресса крыса погибнет. Как бы там ни было, крысы дохли достаточно быстро. Следующую партию он запускал и через три минуты доставал. В психологии интерпретируют, как надежду он давал. Но на самом деле он давал им опыт, что это закончится, и это пройдет. Он их бросал, и они выживали там уже просто бесконечное количество часов могли находиться, потому что они знали, что это может закончиться. Первый кризис, когда вы переживаете, у вас ощущение, что это никогда не закончится, что, конечно, это вопрос жизни и смерти и так далее. Когда их становится много, а их, к сожалению, каждый испытает огромное количество, если так считать трагедиями и проблемами, то жизнь каждого человека вызывает невероятное сострадание, потому что только ты выбираешься, дальше происходит что-то следующее, и остается, что называется, обнять и плакать. Но осознание того, что ты жив, и жизнь продолжается, оно, мне кажется, должно вселять в тебя некую ответственность. Что бы ни происходило, ты все равно продолжаешь эту жизнь свою нести. И в этом есть великий внутренний такой подвиг. Нести ее не как бремя, а легко, танцуя, радуясь, делая что-то, создавая что-то. Вот это достойная жизнь. Ну, на мой вкус. Субтитры сделал DimaTorzok